Приветствую вас и у вашей проблемы, у вашего вопроса есть две стороны. Первая сторона, как вы, наверное, догадываетесь, это сторона объективная. То есть то, почему люди, ну, действительно стали вам говорить о том, что вы полный, что полно по вам не идет, что вы там еще какая-то нехорошая и так далее. Но есть люди совершенно разные, которым, в принципе, все равно, которые с вами не в отношениях находятся, таких прям серьезных, да. То есть есть что-то общее для этих людей, есть что-то общее в том, как они вас воспринимают. Значит, данный феномен можно назвать стереотип восприятия человека. То есть бывает так, что в силу индивидуальных свойств, физических свойств, человек при изменении своего веса не теряет в целостности образа. Иными словами, это легко узнаваемый тот же человек, который и был. Но иногда, в силу, опять же, физических свойств, физических и генетических свойств человека, изменение комплекции очень сильно меняет перцептивный образ человека. Говорят перцептивный, я имею в виду внешний образ. Тот образ, который видят другие люди. И из-за этого происходит такая ситуация, что люди не могут воспринимать вас как прежнего человека, того, который был до этого. Ну, скажем, до пополнения, до полноты. Но и по-другому воспринимать вас они так же не могут. То есть это не другой человек, но и не прежний. Именно перцептивно. Именно чисто по восприятию. Ну, вот такое бывает. Знаете, я не думаю, что есть какие-то личностные причины для того, чтобы люди вам так говорили. Ну, может быть, у этих людей есть какой-то объединяющий критерий в контексте вас. Например, с какой-то общением или то, как вы себя позиционировали по отношению к этим людям. Например, если вы вдруг позиционировали себя как человека идеального, как человека достойного самой высшей оценки. Понимаете, почему нет речи. А потом вдруг вот с вами такая ситуация произошла. То люди, естественно, теперь считают, что вы недостойны той оценки, которую вы сами себе поставили. Или той оценки, которую вы считали для себя приемлемой. И поскольку каждый раз, когда человек пытается себя возвысить за счет других, осознанно или нет, у вас, может быть, даже и мысли не было о том, чтобы себя как-то возвысить. Ну, просто вот, знаете, преподносите себя обществу, да. А обществу, например, почему-то кажется, что вы себя переоцениваете. Ну, вот бывает такое. И вот теперь получается, что это вам откат. Ну и, соответственно, тогда нужно анализировать ваше поведение с людьми и думать, что что же все-таки натолкнуло их на вот такое отношение. Ибо все же просто так и ничего такое отношение не возникнет. Вы сами это понимаете. Вот. То есть вот такие вот два момента в том, что касается объективной стороны. И надо сказать, что в первом моменте вы никакой ответственности не несете. То есть вы объективно ни на что не влияете. А во втором моменте, конечно, ситуация более тонкая. Но даже в нем, несмотря на наличие прямой связи между тем, как вы ведете себя с людьми и тем, как они вас воспринимают теперь, все равно нельзя говорить о прямой ответственности вашей за то, что произошло. Потому что вы же не знали, вы не могли предугадать. Да и вели вы себя, я полагаю, весьма-весьма нормально, обходительно и все. Вы не виноваты за то, как общественное мнение воспринимает вас. Так что здесь мы плавно переходим к субъективной стороне. И мне бы хотелось тут, в рамках субъективной стороны, спросить вас. Если вы уверены в том, что проблема личного веса у вас исчезнет, уйдет, то почему вас так задевает то, что люди про вас говорят? Ну, понимаете, не стали бы люди говорить о вас что-либо, если бы у них была полная жизнь. Если бы они были счастливы, если бы у них все было хорошо. Ну, не стали бы. Это нужно понимать. Что сплетничают только те, у кого своя жизнь пустая. За некоторым исключением. Это первое. Второе. Если вас задевает, то почему? Что вас задевает? Более всего, это люди не знакомые вам. Ну, не сильно знакомые, не близкие. И даже не те, которые у вас на хорошем ситуации. Просто коллеги, просто люди, которые вас знают в определенной сфере деятельности. И такие люди никогда не упустят возможности пообсуждать вообще что-либо. И то, что вы не слышали, как обсуждают других девушек, кто-то не знает, что их не обсуждали. Вы же не ее прислушивали специально, правильно? Тут более тонкая есть ситуация. Это только ситуация заключается в том, что вас это задело. Вы, по сути дела, стали матерью. Вы, по сути дела, переживаете естественные изменения в своем организме. Это нормально. Все, что с вами происходит сейчас, это нормально. Но почему вас задевает то, что говорят люди? Можно пояснить только через то, что их слова находят отклик в вашем сознании, в вашей душе как-то. И затрагивают те пласты, в которых вы сами себе сомневаетесь. То есть, вы где-то в глубине души, сами себя такой не принимаете до конца. Важно понимать, что люди, как я уже сказал, воспринимают вас в определенном стереотипе перцептивном. И любое отклонение от этого перцептивного стереотипа грозит тем, что люди начнут реагировать негативно. Потому что любые изменения воспринимаются неплохо. Благодаря определенных тенденций к такому поведенческому алгоритму, который направлен на сохранение. Сохранение общества. И по мнению этого самого общества, вы должны быть всегда одинаковые. Всегда одинаковые комплекции. А то, что вы поменялись, это уже не сохранение. Это уже что-то изряды вон выходящее. Соответственно, угроза. Но это нужно отделять. Одно от другого. Общественное мнение – это одно. Ваша личная жизнь – это другое. И почему общественное мнение задевает вашу личную жизнь? Это связано только с тем, что вы сами в себе не уверены в чем-то. Соответственно, нужно искать причины, в чем вы в себе не уверены. И, найдя эти причины, с этими причинами непосредственно работать. Или учиться принимать в себе какие-то аспекты, более подробно говоря о социогенезе человека. Или составить четкий план для того, чтобы максимально купировать подобные негативные нюансы. Но, вы не понимаете, что теперь даже если вы вернетесь в свое обычное состояние, в свою обычную форму, то люди, они даже если будут воспринимать вас иначе, то они будут избрасывать себя. Вот, принимают ли они меня, такой, какая я есть, или принимают они только, по сути дела, ту внешнюю форму, иными словами, перцептивный образ, который у них есть. И вот здесь нужно сказать вам сразу, что люди воспринимают друг друга именно через перцептивный образ. Никто не будет смотреть куда-то за него, кроме ваших самых близких людей. И у тех есть определенные ограничения в этом. Поэтому то, что люди воспринимают вас как совокупность определенных физических данных, приемлемых в той или иной эпохе и в том или ином обществе, это нормально. И на большее претендовать, особенно с учетом наличия у нас дресс-кода, формы одежды, там, униформы, наличие униформ где-то, ста и так далее, ну, не стоит. Отойдитесь к этому спокойно. Ну, а те, кто дрожит вами искренне, здесь совершенно спокойно воспринимают то, что у вас поменялось в комплекте. Это совершенно нормально. И вот именно эти люди являются теми, на кого вы можете положиться. Я надеюсь, что свою энергию вы будете тратить именно на них, на тех, кто достоин, а не на тех, кто обсуждает вас за глаза. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!